Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы анонсировали Мэр Вэнспилса, всем нам хорошо известный Айвар Селэмбакс, добрый день Добрый день Давно вы у нас не были, а событие в Вэнспилсе По-моему, недавно произошло просто чудесное Это открытие нового концертного зала Я знаю, что те, кто был рижаней, все позавидовали И сказали, ну, да, нам еще долго ждать Нечего такого грандиозного Вот по поводу Действительно концертного зала Как вы все-таки пришли к такого выводу Что надо, надо Ну, мы сделали почти 20 лет назад Такой анализ Какие культурные события Ну, имеют место быть То есть, там, какие концерты Такие спектакли, так далее, опера И что инфраструктуры мы имеем Которая соответствует Частично соответствует Или у нас этого нет И этот анализ показал Определенные белые пятна В том числе, что у нас нет Акустического концертного зала Да И потому мы начали Над этим проектом работать Это был 2005 год Еще, да? Да, да, да И вообще мы подошли к проекту Министерство культуры требовало, что было 1200 мест И проект был почти на 7000 квадратных метров Но когда я посмотрел Сколько это все стоит И что это только концертный зал То это было, конечно, нам не по карману И мы этот проект Проекту было дано задание такое Проектировщикам, архитекторам Значит, мы должны Вы должны, архитектор, уложиться 6500 квадратных метров Но Там должно войти Концертный зал Большой зал Маленький зал Средняя музыкальная школа Музыкальная школа Библиотека А, значит, эстрада Под открытым небом Когда раздвигаются стены И концерт Прямо на улице Прямо на улице Прямо на улице И студия записей Музыкальной И вот мы Меньше квадратных метров До 300 квадратных метров Все это уложили И у нас получается сейчас так Что из этого всего Здания объема Одно четвертое занимает Только концертный зал Остальное все это Как бы, которое работает Каждый день Каждый день Это значительно эффективней Мы, я сразу сказал Нам не нужно 1200 мест Нам 600 выше крыши Вместе с балконом Да Это жизнь этого докажет И, конечно Если говорить о концертном зале Концертный зал Это инструмент Инструмент И музыкальный при том И музыкальный инструмент Только когда инструмент Когда он звучит Если он не звучит То это не инструмент Тогда это не рояль А дерево Да И вот что Я до последнего Не говорил Ничего По поводу концертного зала Потому что Я сказал Я когда получил Официальное заключение Немцев И мы привлекли Я сказал еще кого-то Я привлекли Финов Международных экспертов И не дали заключение Потом наши Выдающиеся Исполнители Композиторы Как Раймонд Спаус Там Сирма И все другие Сказали Что это великолепный зал Вот Да И мы инструменты Это же орган Акустический Один из звучит Таких Госпожа Абкал Который мировой Исполнитель Она сказала Что по балансу По звучанию То есть зал Инструмент Вот этому балансу Что это Абсолютно мировой класс Абсолютно мировой класс Она даже сказала Новые концертные залы Которые мы переплевываем Не по масштабам А по качеству звучания Да И вот знаете У меня вообще-то Музыкального Нет слуха Но когда ты сидишь И тебе На рояле Ударит одно Таустыни Это по-русски Как это Один Да Ну понятно На одну клавишу Клавишу Да И звучит Не инструмент А звучит Весь объем Ты не слышишь Откуда исходит звук Ты просто слышишь Это что-то грандиозное Да И вот только я был в Вене Вот Вчера прилетел вечером И был на Акустическом концертной Замке Там Большие потолки Там И такой тоже Камерный объем Там Зал где-то на 450 мест Я так Прикинул Чтобы я Не слышал Там не звучало А вот здесь звучит А у нас звучит Так что Но это 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 действительно Успех Потому что Если нет Это не музыкальный инструмент Не звучит Я сказал Тогда это еще один Баскетболь Дорогой очень Баскетбольная площадка Да Ну я так понимаю Что будут концерты И будут зрители Да То есть все распланировано уже Ну вот я знаю Концерты Которые Присмотрены Октябрь Ноябрь Билеты Куплены Уже выкуплены Большинство Да Даже уже Фактически На поздней оси Да Если мы говорим О делах государственных Об этом нельзя не поговорить И в свете того Что сейчас обсуждается Бюджет на следующий год Мы видим какие мучения Внутри правящей коалиции Там много чего Было обещано до выборов Но пока не удается Как вы вообще оцениваете Всю эту подготовку Потому что То что мы слышим публично С одной стороны Нам говорят Что вы знаете Ну был экономический рост Бюджет будет больше С одной стороны С другой стороны Говорят Что у нас что-то сужается Вот это фискальное пространство И денег все-таки нет Вот Как соблюсти этот баланс И по поводу того Что будет в самоуправлении С финансированием Пока вообще Никакой информации нет Ну потенциально Ситуация конечно Плохая Потому что была проведена Налоговая реформа Она изъяла из доходов Государства и самоуправления Около 600 миллионов евро 600 миллионов Да Минусом И такой объем компенсировать Вы в принципе это и предупреждали Что к этому все приведете Я это предупреждал И что так называемые Фискальные Свободные деньги дополнительно Они почти не будут И так сейчас и получается Но это нельзя сказать Что это только виноват И правительство Господина Кучинского Это конечно За это голосовал И я Венотива Да Единство И за это голосовали Националы Так что они Одинаково За это отвечают Это первая сторона дела Вторая сторона дела Что обещания На выборы Были Ну Архи Архи большое Вранье Например Консервативная партия Бордан Стрите Они обещали Али обещания были В финансовом выражении Сразу на год Рост И значит Расходов Государственного бюджета Общего Государственного бюджета На 1,3 миллиарда Евро Это же неподъемная сумма Вообще Ну это полная ложь Чтобы только Проголосовали на выборах Ну например Что минимальная пенсия 215 евро Сейчас говорят о 99 215 Если у вас минимальная пенсия Там 65 скажем И вам вещают 215 Вы будете голосовать? Без вопросов Конечно Вопросы какие? Вот А они выбраны? Избраны? Из ничего? Ну и конечно ничего Да Ну вот И так вот Их обещания Это по По необлагаемым Пенсиям До 500 евро Это тоже требует денег Что это Значит За Скидка За Этого Из диверсца До 500 евро Это 500 миллионов Сразу 500 миллионов Вот такие суммы Ну вот просто Так Знаешь Ну в общем Обещали Выполнять Я думаю Не собирается Потому что просто Просто Безграмотные Или Или не знают Ничего Тогда нельзя избрать их Или же Абсолютные лгуны Я думаю Одно и то же Одно и то же А ну вот еще был Один лозунг С которым шли новые Консерваторы Бескомпромиссная законность Ну может быть Хотя бы с этим Есть успехи С бескомпромиссной Законностью Ну знаете Когда кто-то Громко кричит Что они самые 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 Правильные Да То это Это явно Девочка Легкого поведения Потому что Нормальные женщины Не надо кричать Что я как бы Так Порядочная Вот Ну они Конечно По Это Это полный фас Но и консервативная партия Она Ее задача Средическая Войти Правительство И заполучить Контроль Над КНАП Служба Полиции Безопасности Полиция Особенно Финансовая Полиция Экономическая Полиция Финансовая Полиция И экономических Преступлений И САП То есть Все службы Взять под контроль Под контроль Да Вот это их Первая задача И потому Был такой Такой Крик Когда утвердили Начальника Полиция Безопасности Как бы Не считая С их мнением То есть Продлили На еще Один срок Существующему Начальнику Ну Это Конечно Большая Большая Их неудача И потому Они так Целый Тут месяц Говорили Какие Неправильные Какие Остальные Неправильные А вот Захват Портов Тоже Было В плане Да У них Он не снят С повестки дня Захват Портов В таком смысле Что Приватизировать Инфраструктуру Всех Портов Латвии Уже Это возможно А почему Нет Приняли закон И все Да Там два этапа Первая Это создать Акционерное общество А потом Эти акции Продать И все И приватизация Произошла И купит их Конечно Кто-то связан С нашими Конкурентами Чтоб Повестить Портовые сборы И на этом Можно закрыть Латвийские порты Но зато Будут работать Наши конкуренты Поляки Литовцы Эстонцы То есть мы Помогаем Да Ну и заодно А заодно Особом порядке Будет Выбран Правильный Покупатель Который Скажет Правильное Селидное Спасибо А как без этого С банками Тоже такой Видимо процесс Происходит Постепенно Ну Банки Удивительные Постоянства Бокротятся Да Прекращают Свою Деятельность Ну премьер Сказал Раз три года Сейчас даже Чаще Один банк Как бы Ликвидируется Все имеют Разрешение Все Наблюдаются Все Теперь даже Европейский Центральный банк Доблюдал за БНБ Да И притом Мы с вами Должны Обязательно Проводить Расчеты Через банк Кэшем Уже Как бы Все меньше Сказать нельзя Только через банк Только через банк Да И потом Пенсионер Убивается В очередях Ожидая Компенсации Да И кто за это отвечает Ну премьер сказал Что все под контролем И ситуация Стабильная Кто отвечает Вот этот Крайбанк Кто ответил Из государственных Чиновников Не Никто Никто А А А А А Бл Никто Никто Сейчас ПМБ Кто отвечает Отвечает клиент Маленький Большой Все клиенты За это отвечают И вот Представляете Вот Городской думы 10 миллионов Денег свободных средств Мы Как их храним В слитках Золотых Или в банке В банке В банке А в каком Нахранить Который будет Следующий Который прекратит Своё существование И нам возвратят 70 тысяч От миллиона Как Где хранить 10 миллионов Вот скажите мне Это публичные деньги Если вы спросите Примером Скажите Все банки надёжные Правильно Надёжные Да Европейский банк Все банки надёжные Ещё более надёжные Чем Функту Который там Контролируют Все надёжные Правильно Никто же не скажет Что у нас Ненадёжные банки Да Потому что тогда Их вызовет Полиция безопаснее Скажешь Они подрывают Экономическое слово Латвийского государства Да А конечно В итоге Терпят Терпят убытки И неудобства Клиент Но самое интересное Что вот Бывшие теперь уже Рокварители ФКТК Вовремя конечно ушли Ещё получили Баснословную компенсацию Вот это я не очень понял Чтобы решением Сейма Выплачивать компенсацию Тем кто уходит Ну это говорит Что контролировать Деятельность банков Экономически очень выгодно Это всё Вы можете сравнить Вопрос Какие там есть Экономические отношения Скажем так Да В общем Короче говоря Политической ответственности Я так понимаю Никто не несёт За всё Нет не несёт Вот Ну а назовите За какой вот Проблемой банков Ну а соответственно Кто из Государственных чиновников Которые отвечают За банковскую систему Ни один Минфин Ни один Этот Надзиратель Этот Фуфтук Так называемый Да Когда-то банк Над этим Да Ну кто отвечал Никто не отвечал И отвечать не будет Отвечать будут Клиенты Маленькие Большие Но это клиенты Да Но это К сожалению Всё же подрывает Доверие фактически Да Люди начинают Думаете Может быть Действительно В стеклянную банку Засул деньги Ну хорошо Но вы понимаете Ну вот едете На корабле Вам говорят Что он как бы Стабильный Так-так А он утонет Да Ну и самолёт Ну вы Ну вы Ну что Заложник Да Ну как Вы идёте По пешей дорожке Как бы уверены Что там Ехать на машине нельзя Вдруг кто-то наедет Да Потому что человек такой Ну что сделать Как бы так Риск существует Может быть Это меня не коснётся Это пуля не для меня Да Поставить своего человека Это будет Ну для них большой Верховный суд Их тоже интересует Верховный И председатель Верховного суда Если своего человека Поставят Если вот Будет тоже вопрос Уже не так давно Этого Майзи Это САП Да Это разведка Контрразведка Тоже Так что Ну у них есть Значит Служба госдоходов Там своя полиция Ну а и правда Там единство впереди стоит Вероятно Они там их пустят Ну они будут Будут бороться За эти позиции Ну и Что-то попробуют Получить На В бюджете Но видите Я думаю Но они Если уйдут В оппозицию Они потеряют Они потеряют Министерские посты Три министра Поэтому они будут Держаться Они потеряют Постоянные комиссии В САЭМе Заместители Постоянной комиссии Они своих людей Расставляют В государственных Значит Этих Структурах И Значит Предприятиях Ну и Конечно Они Они должны Отслужить Свои деньги Рудолфу Мироне Остапу Бендеру Да Он же Заказчик их Политики А он все-таки Да Он практический политик Ну понимаете Я понимаю Вы знаете Что это такое Да Ну политическая политика Практическая политика Так это сейчас называется Да Да Так что Они должны отрабатывать Для него Не выгодно Чтобы они ушли То есть они будут сидеть До последнего Ему очень важно Значит Да все отрасли Прямо Или косвенно Они же И хотя Может быть не контролируют Какую-то отрасль Но например Вот Борданс Это полный контроль Над судами Ну ему еще Он почти Он не все Взял под контроль Но например Вот мой суд Областной Он ясно Уже тут Его рука Как бы видна И Установки видны А то есть Вы думаете Что он давал установки Конечно Это известно Это ничего нового В этом нет И Отношение меня Это Не дать возможность Реализовать Права на защиту А очень просто Не давать моим адвокатам Говорить защитную речь Вот А вот суд утверждает Так по крайней мере В публичном пространстве Что якобы Вы Там Медлите С выбором адвоката После того Как вот предыдущий адвокат ушел Как на самом деле происходит Ну как Если я в течение месяца Ищу нового адвоката Дели которые Длится 20 лет Которые Которые назначены Заседания суда Четыре раза В неделю В этот И следующий год Где 240 томов Где Где-то 600 заседаний И где 13 месяцев Прокуроры говорили Значит Свою речь 13 месяцев 13 месяцев Вот скажите Вот как найти Такого адвоката Который был бы Взяться за это дело Притом У меня есть указание Что адвокат Я имею право взять Только такого Который может Который свободен Не занят Ни в этом Ни в следующем году С подельника По четверг То есть это безработный Но я такого не нашел То есть надо фактически Идти на бирже туда Видимо Ну да Сейчас они подобрали Одного государственного Государственного Я сегодня его Первый раз видел И он сказал Что у него У него в этот год Довольно много Занятых дней То есть он Эту установку Выполнить не может То есть он тоже Оказался небезработным То есть государство Сама тоже не нашла Но он тоже Оказался небезработным Айвер Лэмберс на студии Мэр Венспилса Прервемся ненадолго Небольшая пауза на рекламу Микс Ньюс Добрый день еще раз Айвер Лэмберс на студии Мэр Венспилса Вот мы прервались В такой очень важной моменте По поводу обеспечения Вашей защиты в суде Ну хорошо А как разрешить эту проблему Суд может пойти навстречу Понимая Что это абсурдное требование Найти какого-то адвоката Который вот сидел И ждал Пока господин Лэмберс Ему позвонит И его трудоустроит Ну это же Может быть Может быть Да Но это же не серьезно Когда заболеет Его единственный адвокат Который Значит Работает в суде Да Значит Моих интересов Да Это конечно Полный абсурд Ну суд сказал Свой подход Что имея право Брать только такого адвоката Который полностью свободен В течение Ближайшие полтора года С понедельника по четверг Каждую неделю Каждый месяц В течение полтора года Но я таких не нашел И то что Пригласила Суд пригласил Государственного Защитника Он показал мне Свой календарь У него тоже Не все свободно Так что Получается Те условия Которые поставлены Борданцам Их выполнить Адвокатура Латвии не может Ну значит Это странно Ведь господин Бордан Сам был адвокатом Он же должен в принципе Понимать специфику работы Защитника Ну я думаю Ему И это Встрите И Юрошу Им ближе подходит НКВД Ну так По их мышлению И полностью подходит Там как-то Без адвокатов Но не обольщевизм То есть там как-то Без адвокатов Вместо Маузера Что-то другое А там без адвокатов Обходились Я помню Какие адвокаты Конечно Без присутствия сторон Называется Без адвокатов Да Там Быстро решать Ну Тройка Тройка Значит так Виноват И погреб Блок Следующий 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 Вот это есть Правовое государство Латвийская республика Толь видит Борданс Стрите И так Ну первый шаг Это лишить меня Возможность защищаться Нормально Ну в принципе Я так понимаю Что этот процесс Все равно еще Продлится какое-то время Да То есть до какого-то Решения далеко Ну я же не знаю Может быть придет Какой-то Госзащитник Государства Который скажет В дебатах Не ознакомливаясь С делом Он скажет Ну я как бы Проспал И все понял Ночь И скажет Прение Ленбергс Виноват Полностью согласен С прокурором Осудить И все Видите как быстро Решается дело А тогда да Ну а почему бы нет Да Такой вопрос Который я не могу Мне задать Вот вы после выборов Сейма Когда посмотрели На эти результаты Сказали что Вот союз зеленых крестьян Надо будет серьезно меняться Да Так чтобы Ну вернуть доверие Избирателей Как вам на ваш взгляд Происходит ли Эти изменения И удается ли Союз зеленых крестьян Как-то пройти Испытание В этой позиции Ну мы видим Что одна депутат Видимо не выдержала Нахождение в оппозиции Госпожа Чакша И заявила Что она из зеленой партии Выходит Да Вот Как вам это видится Что нужно делать Как партию Объединение Видоизменить Реформировать И так далее Ну я скажу так Что человек Ну скажем Мужчина Должен пройти Проверку Женщинами Деньгами Властью Славой Ну не все Такие возможности есть Они как бы Они как бы от этого Они как бы от этого Судьба их бережет Но есть кому это выпадает Если человек Министр То ему Вот появляется Определенная Ну может быть не слава Но по крайней мере Много людей Им как бы Такие покладистые Да Что-то нужно от министра Вот Он имеет власть Да И вот Есть люди Которые Как бы Отрываются От земли И видят Остальных Как бы Свисока Что Ну вот они Как бы Ну второго Третьего сорта Я таких людей знаю Это Это Человека Испортила слава Это Звездная Болезнь Звездная болезнь Ну вы старались Она бывает У артистов У спортсменов И у политиков У политиков К сожалению А у политиков Это смерти подобно Это смерти подобно А вы все-таки Старались Вот все-таки У вас большой политический опыт Вы все-таки Ну как по себе Это вот желание Быть звездным Преодолевали Да Так сказать Ну Как Я никогда не считал Что я Чем-то отличаюсь Я отличаюсь тем Что я отвечаю Больше чем Средний человек То есть и так На улице к вам подходят И вы общаетесь Ну разве не так Ну конечно так Конечно Просто я долго базарить не могу Потому что мне все время На часы я должен смотреть А так Ну если в городе подходит Венцеполчане С каким-то вопросом Вы не говорите Не-не-не Не ко мне Нет Не так не говорю Ну больше всего фотографируется Горди Венцеполчане В Риге По Латвии Слава Богу За границей меньше Да Ну и бывает так Ну вот И я вижу Что люди Не выдержали Которые недавно Пришли в политику Вдруг Вдруг Нечаянно Негаданно И И вот они ломаются Под этим Натиском Натиском Всех проверек В том числе Деньгами Возможностями Ну звездной болезнью Скажем И Это Это большая проблема Если Среди них Есть не один лидер Да Но если кто-то Считает Что Вот Ты плохо Играешь В чахматы И потому Как ты человек Второго сорта Ну да Ну нехорошо Так Ну в принципе Я думаю Что партия Это будет Все равно Объединение Существует Конечно Конечно Ну надо сказать Чахша пришла В политику Она сразу Стала министром И только потом Членом партии зеленых Да То есть Значит А надо бы наоборот Стулья Стулья сперва А деньги потом Да Да Вот И как она потеряла Эту должность В течение пяти месяцев Она Повернула И ушла В позицию Каренчу Да Ну пусть избиратель Это оценивает Правильно Хорошо Нехорошо Я думаю Что это некрасиво Вот Но одно время Осуждать за то Что рыба плывет Где есть Корм И Человек Тоже ищет Делух Перебирается там Где есть Корм Что ты можешь Ему упрекнуть Правда Он Он не безработный И он Приличную зарплату Получает Но это уже Как бы Оценки разные Да Еще одна важная тема Административная Территориальная реформа Как вам это видится Потому что Одни говорят Ну вы понимаете Ну 119 Центр управления Там много На такое количество Населения С одной стороны С другой стороны Я пока не услышал Каких-то аргументов А что кардинально Изменится Если вот мы Переструктурируемся Объединим Что придут инвестиции Или дороги Улучшатся Вот как Как вам это видится Ну это вообще Это тема Отдельного Отдельной передачи Да Потому что Она Одном Предложении Трудно ответить Ну все таки Да Общая ситуация Ну тогда Во-первых Никакой административно Территориальной реформе Речь не идет А как же Нет Речь идет О смене Границ Самоуправлений Это не Административно Территориальная реформа Чтобы говорить О административно Территориальной реформе Есть Территориальная Не только Самоуправление Но и Государственная Система управления Ну например В Курзе Есть Единая Полиция В сей Курзе Служба Окружающей среды Она имеет Другую структуру Да Да Потом Транспорта Управление Другая структура И так и далее Так и далее Каждая имеет Свою структуру И она Сейчас Никак не Передусматривается Так что Никакой Административно Территориальной Реформы Нет Есть Замена Границ И главный Аргумент Например Что объединить Венсполский Город Венсполс И Край Что если Город Остается Один Без Сельского Села Тогда Значит Рождаемость Не будет Увеличиваться Ах вот так Да Смертность Не будет Снижаться И Будет Продолжаться Больше Выезжать Чем Приезжать То есть Другими Словами Тогда Когда Будет Город Граница Города Будет На границе Теперешнего Района Все Женщины Будут Активней Рожать И значит Они только Этого Ждут Что Как поменять Границы Самоправления Вот в чем Проблема Да И это Главное Препятствие Женщинам Рожать Больше Детей Так И перестают Умирать Наконец-то Да И После этого Сразу же И умирать Будут Значительно Меньше То есть Будут Дольше Жить Сейчас Средние Где-то Там 75 лет Ну как Границы Поменяют 76 Нет 85 А 85 И получится Естественный Рост населения За счет Естественного Да То есть Больше Рождается Чем умирает Будет С положительным Знаком Честное Слово Там так Написано И думают Что я дурака Валяю Слушайте Это же заявка На Нобелевскую Премию Вот спросите Своих Жен Они Вам так же И ответить Что проблема Не рожай Потому что Границы Неправильны Надо Менять Границы И особенно Важно Что Вот Центр Сейчас Сказали Что Центр Развития Так Будет Улбрака Так Это же Вселенная Самый Центр Вселенной Улбрака Да Вот Новое Самоправление С центром Улбрака 3000 человек Полторы Километра От Риги И что Улбрака Это Центр Развития Такой же Такой же Как Рига Улбрака Как Рига Да Одинаковый Уровень Ну это же Гениально Ну просто Гениально Вот я вам Пришлю бумагу Вы прочитайте Там так Написано Вы думаете Что я Дурака валяю И Не веришь Правильно А какова цель Тогда В итоге Конечной Все это реформа Или как ее назвать Я даже не знаю Я думаю Это Надежда Таким образом Победить своих Конкурентов Раз Устранив Вот эти Самоправления Ну самоправления Там Новые Новые будут Структуры Новые люди Может быть появятся Они сейчас У власти Где у власти Кричи нет Да Отнести Байпар Нигде Консервативное Практически нигде Этот Националы Там Огро И все Так И в Огро И тоже там возникли Проблемы Ну это другой вопрос Да И Камич Нигде А они надеются Что тогда Тогда будет Перетусовка То они Где-то там Будут Руководить Самоправлениями Это Вот такая И второе Это амбиции Вот Я решил Я это сделаю Потому что Я имею право Голосовать А никаких Доказательств Что это действительно Что-то улучшит Нет И быть не может Например Норвегии Знаете Какое Самое Самое Маленькое Самоправление Норвегии Они Не придурки Двести человек Двести человек Не две тысячи Двести человек На одном острове И этот остров Не присоединяет В какой-то Территории А вот Отдельное Самоправление И Нарождаемость Не влияет Это Нет Вот Не интересовался Но Это говорит о том Что не число Самоправления Определяет Да Конечно И надо сказать Что есть Рекомендации Евросовета Совета Европы И Комитета Министров И там Как раз Знаете Какие критерии Первое Надо Оценивать Довольно Довольно ли Население Своим Самоправлением И его Границами Первое Это надо Выяснять А это Не выясняли По-моему Не выясняли И запретили Выяснять А да Запретили Помните Да Запретили А там Это сказано Это совет Европы Это не Лэнберс Какой-то Там Что-то придумал Это Придумает Это совет Европы Где между прочим Там Россию В какой-то момент Выключили Помните Да Это тоже Самый совет Их рекомендации Дальше Они говорят Что Знаете что Сокращать Количество Самоправлений Это не всегда Способствует Демократии Потому что Меньше представительства И Есть риск Увеличения Бюрократии Это надо Оценивать Они говорят Что Нужно Согласовать С теми На кого Это Относится Цели 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 Не согласованы Вот если Пройтись Так по Всем Главным Рекомендациям Совета Европы Части Изменения Границ Самоправлений Ни одна Рекомендация Не Выполняется Ни одна Ни одна Ни одна А мы Все Говорим Надо Выполнять Такие Рекомендации Помните ОБСЕ ОСЕ ОСЕ Евросоюз И так далее А здесь Когда касается Границ Самоправления Оказывается Можно все Это Плюнуть И делать По своим А вообще Нет таких Опасений Что Все бюджетные Проблемы Сейчас Будут Пытаться Перекладывать На Самоправление Потому что Ходят Такие Слухи Что Правительство Не собирается Финансировать Большие Бесплатные Обеды Для школьников С первого По четвертый Класс Уже Предупредил Самоправление Что Сами Самоправление Пускай Финансируют Да Это Я Не буду Удивлен Хотя Написано Что Из всех Общих Буджетных Доходов Буджеты Самоправления Должны Составлять 96% Уже На этом Году 94% На 2020 год Дотации Должна быть Если Помню 270 Миллионов Потому что Снизили Подоходный Налог Населения Сделали Все эти Скидки Налоговую Ставку Снизили Это Сразу Удар Именно По Самоправлению О чем Вы предупреждали Кстати О чем Я предупреждал Если Вот Это Необлагбаевый Минимум Значит Помощь Скидка На Скидка На Налог На Сдеменца Это 500 Миллионов Минуса Из них 400 Миллионов На Самоправлении Это Полный Банкрот Это Полный Банкрот Это Это Какой-то Ужас А Какие Проблемы Какие Проблемы У Что Боднанцы Из-за Этого Проблемы Ну И Что Что Ни День Это Будет Потом То То Я так Понимаю Что Такой Общий Вывод Что Сейчас Вообще В политике Все Меньше И Меньше Ответственности Мы Все Время Говорили Что Раньше Многие Боялись Брать На Себя Политическую Ответственность И так далее Но Сейчас По-моему Вообще Полная Я вам скажу Так Извините Может быть Это звучит Как бы Так Весокомерно Может быть Какой-то Но Вот Такое ощущение Что Придурки И знаете Как выражается Это Ты можешь Иметь Разные Идеи Нормально Из 100 Идеи Может быть 99 Невыполнимы Или Утопичны Но Ты должен Разобраться И Дело Сам Или Эксперты Наверное Не ты А Причинно-следственную Связь Рассчитать Какие будут Предполагаемые Итоги И Прилемленные А У нас Латвия Уже стала Такой Системой Что Никаких Расчетов Не делается Хотите Пример Вот 11 Сентября Прошлого Года Правительство Принимает Критерии Качества Среднего Образования Когда могут Какие Средние Школы Имеют Право Жить И там Есть Критерия 50-й, 11-й, 12-й Классы Нет По итогам Экзаменов 12-го Класса И что Имеют Право Жить Только Такие Средние Школы Где Экзамен 12-м Классе Это там Три Экзамена Латвический Английский И математика Самый Слабый По предмету Это Обычно Математика Средний Средний Процент Экзамена Полученный Это не менее 60% Не менее 60% Так Когда я попросил Посчитать мне А сколько Таких Средних Школ Где этот Процент Выше 60% Ну из 100 Больше 60 Оказалось По итогам Прошлого года Экзаменов Из 326 300 На 300 Нет 336 Средних Школ Так По стране Вот угадайте Сколько Выше 60% Из 336 Ну может быть 10 школ Будет Точно Угадали Да ладно 10 школ 5 Остается В Риге 5 Средних Школ Больше В Риге Средних Школ Нет Нет И еще Где 5 Не угадай Ну где Ну я даже Представить Не могу Ну в каком Каком территории Латвии Ну где нибудь Тоже в Рижском районе Не угадали Это Латгалия 5 школ 5 школ Витземы не одной Курземы не одной Курземы не одной Земгала не одной И вокруг Рига не одной Подождите А как же Центр развития Уброка Это новая Уброка нет Средней школы Там слабее экзамен Понятно И в этом году Еще хуже Результаты Мне сказали То есть Понимаете Массово Дети закончат 9 класс И на этом Все То есть Некому будет поступать В УЗ Это утвержденные Правила Кабинета Министров 11 сентября Прошлого года Если кто-то Не верит Возьмите И посмотрите Ну это же Какой-то ужас Критерии качества Ну это же Какой-то ужас О последствиях Кто-то задумывался Я ей говорю Никто не посчитал Я спросил А вот Пример Ну вы Хоть карту посмотрели Какие школы Остается Какая карта Там хоть поблизости Одна школа есть Радиус Не знаю 50 километров Оказалось Что есть такие Где 100 километров Радиус Ни одной школы Нет Ну курсами Ни одной Замгл Ни одной Ближайшие Это первая Вторая Третья Гимназии Риги Технические Технические Университеты А это еще Какая-то одна Все Это же абсурд Вот такие пироги Вот так посчитывают Вот говорят О реформе Образования Правильно А вы поинтересуетесь А где это написано Что это за реформа Ну описано А чтобы Теперешняя ситуация Была Ну Проанализирована И реформа Взявны предложения Какие реформы И какие будут Результаты ожидаемые Такого документа Нет Нет такого документа В природе Не существует Не существует Есть только Слайды Какие-то То есть Докторской Работы Магистра Нет Есть только Отдельные слайды Это возможно Защитить Магистра То есть даже Двоечники Какие-то Ну это просто ужас И когда ты говоришь Ну так же нельзя Без расчетов На меня смотрят Как на придурка И я не понимаю То есть они правы Или я все-таки прав Честное слово И это идет Десяток лет И все Хуже 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 Вот так Так что Когда вам говорят Реформе А где можно Прочитать этот документ Вот просто так Да Полюбопытствовать надо Вот полюбопытствовать Да Вот возьмите Где документ Реформа Налоговая реформа Латвии Вот найдите Такой документ Налоговая реформа Общевзательной системы Латвии Найдите Такой документ Реформа здравоохранения Найдите Такой документ Вот найдите Если найдете Ставлю Приз Приз Да Вот задание Нашим радиослушникам Найти Если коньяк пьете Давайте лусь там Поставлю вам Айбалабус У нас был в студии Задание Нашим радиослушникам Искать не существующие документы Боюсь Коньяк останется при вас Спасибо Спасибо До свидания